Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Вопросы, которые сегодня обсудим, у нас открыто на вчерашний день новые 4 объекта, 4 школы, также 3 детских сада и после капитального ремонта открылась школа 18. Поэтому Виталий Владимирович расскажет о тех объектах, которые были реализованы и то, что будет в процессе реализовано еще в этом году. На территории городского округа Люберца только в 2023 году было открыто 5 объектов образования. Это школа и 4 садика. В текущем году мы открываем в 2 раза больше современных и новых объектов образования и являемся лидерами Московской области. Уже в учебном году для детей открыли свои двери 4 новые школы. Общей вместимостью 4670 мест. Кроме того, отремонтировали гимназию 18-ю в поселке Томильно, улице Чехова. Дополнительно хочется отметить, что осенью будет открыто еще 2 детских сада в городском округе Люберца. Такие, как детский садик на 350 мест в ЖК Желебино парк и детский садик на 300 мест в ЖК Люберецке, улице Юности. Об очистке водных объектов на территории городского округа. Ирина Валерьевна, пожалуйста. Мы продолжаем реализовывать планы по санитарной расчистке водных объектов в этом году на территории нашего округа. 8 объектов уже расчищены, 4 у нас в работе. Обмеление Наташинских прудов волнует жителей северной части Люберец, которые просят сохранить любимое место отдыха у воды. Поэтому параллельно с реконструкцией Наташинского парка было организовано инженерно-геодезическое обследование сразу двух водных объектов. В августе специалисты уже приступили к работам. Их задача определить причину обмеления и дать рекомендации по восстановлению уровня воды в Наташинских прудах. Первые положительные результаты уже есть. Водоемы можно спасти. Но каким способом из расчета грунтовых вод и естественных осадков или через бурение артезианской скважин будет понятно только в сентябре. Следующий доклад о инвестициях, которые проект реализовывается на территории городского округа, доложит Сыров Андрей Николаевич. В 2024 году у нас планируется 38,7 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Это 15% роста к прошлому году. Основная динамика за последние три года представлена на слайде. Всего 27 инвестпроектов. Это 6 в промышленности, 17 в light industrial, 4 в сфере услуг. У нас в 2024 году запущено будет, ожидаем, 5 инвестиционных проектов. Основной из них – это компания ТНЗМ. Компания получила на льготных условиях земельный участок и строит новый цех по производству весно-измерительного оборудования. 20 новых рабочих мест, минимум 400 миллионов рублей инвестиций. И, кроме того, здесь есть потенциал для дальнейшего развития предприятия. Крайний доклад о работе управляющих компаний, единой диспетчерской службы. Какое количество жалоб поступало от жителей? Поступали ли они? Виктор Толстиков, пожалуйста. За прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 5838 звонков, из которых зарегистрировано было 1999 обращений. По количеству обращений и проценту выполнения в срок по итогам прошлой недели ситуация у нас хорошая. Ни одна из управляющих компаний не попала в красную зону. В зеленой зоне 4 управляющих компаний со стопроцентным исполнением поступивших обращений. Все остальные управляющие компании в желтой зоне с достаточно неплохим процентом выполнения поступивших обращений. Руководителям всех управляющих компаний отдельное спасибо за то, что молодцы подтянулись. Никого в красных зонах нет. Просьба в дальнейшем также работать. По повестке у нас все вопросы. Будем заканчивать. Продолжение следует...